Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Друзья, вот ещё не успели смолкнуть богоявленские песнопения, как уже звучит покаянная песнь. «Покаяние отверзими двери жизнодавчи». Как мной уже говорилось в прошлый раз, за много времени до начала Великого Поста Церковь возглашает нам о нём и зовёт нас вступить в приготовительный период. И таким образом до начала действительного подвига Поста нам объясняется его значение. Это приготовление продолжается в течение пяти недель, которые предшествуют Посту. И каждое из воскресных евангельских чтений посвящено одной из основных сторон покаяния. И сегодня Церковь предлагает нашему вниманию притчу о мытаре и фарисее, притчу Христа. Мы слышим её в Евангелии от Луки, 18 главе. Христос говорит, два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять голову на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, милостив буди мне грешному». «Говорю вам», заканчивает эту притчу Христос, «что мытарь пошёл оправданным в дом своей боли, нежели тот. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисей, фарисейство – это же ведь нравственная язва и нашего времени. Фарисейство заражает собой не только отдельные личности, но и целые христианские общины и даже вероисповедания. Оно отравляет целое мировоззрение и даже направление жизни. Фарисейство – это не только лицемерие. Фарисейство – это безмерная гордыня Духа, безмерное самомнение. И, как таковое, в такой форме современное фарисейство не менее гибельно и преступно, чем древнее, времён Христа. Фарисей, упоминаемый в притче, входит в храм помолиться. Этим он показывает, что он чувствует свою зависимость от Бога. Но это чувство зависимости лишь скользит на поверхности его души, не затрагивая глубин его нравственного сознания. Свои добрые дела, которые он, перечисляя в своей молитве Богу, он ставит себе лишь в заслугу. И ценой их он сам определяет своё положение в мире и в обществе, посягая тем на власть всеправедного и всеведущего судьи Бога. Так и современные фарисеи. Они говорят о Боге, готовы признать Его бытие. Но это признание в их устах звучит безжизненно, отвлечённо, тускло, мёртво. Горделиво, упоённые своими достижениями в области внешнего благополучия жизни, они отвергают свою зависимость от живого, вседействующего духа, творца мира, подчиняя себя безжизненному веществу материи, крови и денег, сводя на нет всю великую нравственную творческую ценность внутреннего духовного делания человека, внутреннего его преображения. Всякое слово Христа вечно действенно, вечно живо. Живым и действенным остаётся призыв Христа, обращённый к Его ученикам. Мы слышим о нём в Евангелии от Марка в восьмой главе «Берегитесь закваски фарисейской». Вот так. Всего три строчки в Евангелии, а сказано в них нечто вечное, такое, что действительно относится ко всем временам и ситуациям. И сегодня, если что-нибудь и лежит в основе нашей внешней, да часто и частной жизни, даже церковной, вот это самое безостановочное самопревозношение, самоутверждение, или, говоря более древним, но опять-таки вечным языком, гордыня. Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой чудовищной саморекламе, хвостовству, некому даже бесстыдству самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их? И вся критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения, не стали ли они уже не только недостатком, а, хуже того, пороком? Оказывается, быть человеком — это унижать, топтать других людей, это возвышать себя путём их унижения. На этом фоне, анализируя свою жизнь, жизнь нашего общества, самые основы его устройства, мы должны признать, что это именно так. Это именно так. Тот мир, в котором мы живём, так пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не замечает. Оно уже стало его природой. Да так и сказал один из самых больших и тонких поэтов почти нашего времени, Пастернак, сказал в знаменитой своей строчке «Всё тонет в фарисействе». И самое страшное, конечно же, в том, что фарисейство признаётся добродетелью. Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия. «Всякий, возвышающий себя, унижен будет». Ведь фарисейская гордыня – это не только слова. Это рано или поздно оборачивается ненавистью к тем, кто не согласен признать моего величия, моего совершенства, моей исключительности. Притча Христа ножом врезается в самую страшную опухоль современного мира, в опухоль фарисейской гордыни. И мы должны с вами помнить, что пока эта опухоль будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас. Современному человеку, воспитанному на общественной гласности, самоуверенности, вот этом бесконечном самохвальстве почти невозможно объяснить и втолковать, что то, что по-настоящему совершенно, подлинно, прекрасно и хорошо, в то же время есть естественно смиренно. Так как именно благодаря своему совершенству оно не нуждается в гласности, внешней славе, какой-либо пропаганде или рекламе. Бог смиренен, потому что Он совершенен. Его смирение и есть Его слава и источник всего действительного, прекрасного, совершенного, источник добра и совершенства. И каждый, кто приближается к Богу и узнает Его, немедленно приобщается к божественному смирению и Его красоте. И на вопрос, как можно стать смиренным, для христианина простой ответ. Созерцание Христа, воплощенного божественного смирения, того, в котором Бог показал раз и навсегда всю славу свою в смирении и все смирение свое в славе. Смирению учишься, созерцая Христа, который сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. И поэтому, только вернувшись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе к смирению, можно очищать и спасать мир от духовной скверны. Ведь смирение – это признание другого, это уважение к другому и это умение мужественно признать себя несовершенным, раскаяться и тем самым встать на путь исправления. Каждому христианину, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, надо стяжать истинное смирение сердца, которое состоит не в притворстве наружном и на словах о выскреннем уничижении духа, оно проявится терпением не тогда, когда кто сам будет тщеславиться своими пороками, но когда он не оскорбится, если их припишут ему другие, и скротостью сердца благодушно перенесет обиды, причиненные другими. Вот и давайте, давайте от бахвальства, лжи и тьмы фарисейства пойдем к свету и целостности подлинной человечности, к правде, к смирению и любви. Вот призыв этой притчи Христовой. Вот зов, зов Великопустной весны. Христовой.